МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с самого начала. Я бы хотел узнать, с какого возраста вы занимались дзюдо. Когда вы начали? С восьми лет. Хорошо. А почему дзюдо? Потому что мой школьный друг занимался дзюдо. И когда утром мы играли во время перемен, мы в шутку боролись. И он бросил меня. Вот так все началось. Значит, вы были впечатлены? Конечно, я был под большим впечатлением от этой новой идеи борьбы. Как ваши родители отреагировали на то, что вы стали тренироваться? С самого начала все проходило в спокойной, дружественной атмосфере. Моя семья стопроцентно поддерживала меня. И с 14 лет я стал заниматься более профессионально. А вы единственный ребенок в семье? Нет, нет. Нас четверо. Четверо? Братья, сестры? Две сестры, брат и я. Вы самый младший? Нет, одна сестра старше меня, потом я, мой брат и моя младшая сестра. Но вы единственный, кто занимается дзюдо? Нет, в детстве мы все, кроме самой младшей сестры, которая на 17 лет нас младшая, занимались дзюдо. Но потом, по личным причинам, и брат, и сестра перестали им заниматься. А я продолжил. Не хотите назвать причины? Почему? Да нет никаких особенных причин. Знаете, просто когда у кого-то что-то хорошо получается, другому трудно постоянно подвергаться сравнению с более успешным. И думаю, это было одной из причин. Но я не могу утверждать, я должен спросить об этом их. Хорошо. Вы, наверное, слышали о медийном скандале, связанном с Рамзаном Кадыровым и детьми. Что вы об этом думаете? Имеет ли все это смысл? Для меня это не имеет смысла. В этом случае дети в приоритете, и потом уже все остальное. Необходимо научить детей пониманию того, как развиваться правильным путем. Поэтому дзюдо так популярна. Безопасность на первом месте. Прежде всего, вы понимаете, как можно приземлиться, а потом становится ясно, как снова встать, а потом снова повторить. Я уверен, что этому предшествовали какие-то ошибки, потому что такое положение просто невозможно. Оба ваших ребенка и дочь и сын занимались дзюдо, а сын до сих пор в деле. Да, сын до сих пор в деле, но он молод, ему 17 лет, так что он в самом начале пути. У него хорошо получается, как вы полагаете? Да, вполне. Он чемпион Италии, участвовал в чемпионате Европы, он в процессе. Но я думаю, пока не окончишь школу, а в Италии это в районе 18 лет, все-таки школа на первом месте. А уж потом можно заниматься и учебой в университете, и дзюдо. Потому что жизнь в дзюдо такова, что специалистом можно стать к 30 годам. Зависит, в какой вы стране тренируетесь, но обычно это средний соревновательный возраст 25-30 лет. Расскажите о своих родителях. А о каких родителях? О ваших. У меня есть старшая сестра, она занимается семейным бизнесом. Это компания, основанная моим отцом. Они возводят стенды в выставочном комплексе. Значит, со спортом это никак не связано? Абсолютно не связано. Мой отец начал это дело более 50 лет назад. Развивал и развивал его, а потом разделил полномочия с сыновьями. Я тоже поначалу участвовал в делах компании, но предпочел дзюдо, и он позволил мне продолжить заниматься дзюдо. Кто-нибудь из вашей семьи бывал в России? Моя жена, моя дочь, и нет, только моя жена, потому что с детьми своими я бывал за рубежом 2-3 раза за последние 8 лет. В Испании, когда шли соревнования, они приезжали туда и в Лондон, в Англию. Сразу после Лондона приехала моя жена, когда президент пригласил меня с ней, и это было потрясающе. Три дня вместе в Сочи. Это было здорово. Какая реакция последовала на то, что вы приняли российское гражданство? Все были очень рады тому, что русские люди считают меня своим, что сам президент обратил на меня внимание. Этим очень гордятся. Поначалу меня спрашивали, придется ли мне отказаться от итальянского гражданства. На самом деле я могу иметь оба гражданства. Так вы сохранили за собой итальянское гражданство? Да, разумеется. Это позволяет? Конечно, Италия это не запрещает. Но я хотел бы вернуться к чеченскому вопросу, если это возможно. Я бы хотел кое-что пояснить. Ваша реакция на этот так называемый чеченский скандал как-то связана с тем, что вы гражданин России? Нет. Или вы бы все равно так же отреагировали? Нет, реакция была бы той же. До этого у меня была возможность побывать в Чечне, и этот конкретный случай меня крайне удивил. Ведь я всегда наблюдал там другую картину. Это была атмосфера дзюдо. Так я бывал во многих местах, где есть центры подготовки дзюдо, и там была точно такая же атмосфера, что в Москве, и в Италии, и в Японии. Уважение к тому месту, где мы тренируемся вместе. Ведь совместная работа — это общее намерение стать лучше. Я никогда не замечал жестокой ситуации на тренировках. Обычно, когда люди смотрят на такие скандальные ситуации, они думают, что там все люди такие же. Но то, что я видел в Чечне всякий раз, разительно отличалось. Это совсем другая картина. Это нормальные, дружелюбные люди, работающие вместе со всеми. За последние 8 лет чеченская команда стала гораздо сильнее дзюдо. Они очень здорово подняли свой уровень. Они стали чемпионами России среди клубов в этом году. Вы упомянули Японию. Джудо ведь родом из Японии. Да, конечно. Вы бывали в Японии? Конечно. По делам или как турист? Благодаря дзюдо. С 16 лет, когда я уже активно занимался дзюдо, я ездил туда раз в год, два раза в год, на месяц и более. Когда занимаешься дзюдо, очень важно навстретить или даже найти людей, способных поделиться с тобой своими знаниями. Поэтому для всех нас в дзюдо важно постоянно менять спарринг партнеров и быть там. Так как там по-настоящему классический стиль борьбы, который я считаю уникальным с точки зрения техники. Он один из абсолютно уникальных. Вы занимаете должность тренера российской сборной под дзюдо с 2008-го, так? Да, конечно. Итальянские СМИ как-то отреагировали на это? Да, конечно. Ведь в Италии меня все знают. Тем более, что я занимал такую же должность и там, с 1992-го по 1996-й. И возглавлял мужскую юниорскую команду. Потом я тренировал взрослых мужчин и женщин. И в тот период был достигнут потрясающий результат. В 2000-м мы завоевали одну золотую, три бронзовых медали, три пятых места на Олимпийских играх для маленькой страны, как Италия. И это был суперрезультат. Но потом, в 2004-м, я ушел из федерации. Так как я хотел дать шанс каждому, не только лидерам. А федерация к такому была не готова. Не готова усилить основу дзюдо. А для меня это очень важно. Если хочешь быть лидером, нужно задействовать как можно больше людей. Также дзюдо очень помогает во всех видах спорта. Ведь как только ты понимаешь, как можно безболезненно приземлиться, ты можешь использовать этот навык и в футболе, и в регби, и в волейболе, и в баскетболе. А также безопасность в обычной жизни. Это причина того, почему я думаю, что для нас важно развиваться. Но они были не готовы. И я вернулся в свой клуб. Я начинал в одном из старейших дзюдо клубов Италии. Я стал развиваться там. И в 2007-м президент Международной Федерации дзюдо обратился ко мне с просьбой создать первый олимпийский центр подготовки в Африке. А в какой конкретно стране? Это было в Марокко. В этом проекте на тот момент было задействовано 22-23 страны. Один-два атлета из каждой страны. И в разные периоды в группе было от 38 до 42 человек. И все вместе мы готовились к играм в Пекине. В Пекине мы показали очень хороший результат. Три медали. Ну, а для Африки, у которой никогда не было медали, это был ошеломляющий результат. На тех олимпийских играх я познакомился с Сергеем Словейчиком, который сейчас является вице-президентом Российской Федерации дзюдо, ну, а также президентом Европейского Союза дзюдо. И мы с ним обсуждали, каким образом Африка может достичь результатов за год. И Россия, у которой не было тогда медали. Вот так я был приглашен в эту страну. Когда вы встретились с Путиным? Мы с ним много раз встречались. Первый раз, когда меня пригласили на эту работу. И спустя всего год мы стали завоевывать медали. А Путин любит заниматься дзюдо. Поэтому мы обычно пересекались один-два раза в год. Он хотел участвовать в наших тренировках. И для нас, конечно же, это была очень важная поддержка. Ведь когда спортсмены понимают, насколько он верит в наш труд, это очень здорово поднимает бы его дух. И это огромный плюс в нашей работе. Поэтому на данный момент я с ним встречался уже порядка 15 раз. И всякий раз он оказывал поддержку. Не задавал вопросов, просто наблюдал хорошую работу, правильную атмосферу. А вы видели его в действии, в смысле в дзюдо? Конечно, я боролся и с ним. Правда? Сколько раз? Думаю, 5-6 раз мы с ним тренировались. Он и правда силен в дзюдо, или это лишь пиар-ход? Он настоящий дзюдоист. Он умеет наслаждаться тренировкой, но тренируется не каждый день. Поэтому он, конечно, не в той же форме, что и национальная команда. Но его понимание дзюдо хорошее. А есть разница между итальянскими и российскими спортсменами? Я имею в виду менталитет и то, как они воспринимают тренера. Существует огромная разница между итальянской и российской федерациями дзюдо. Я говорю и о спорте, и о правительстве, потому что спорту в России уделяется большое внимание. Чувствуется, что правительство верит в твою работу и надеется на твои результаты. Поэтому это один из важных шагов для продвижения. Таково мое впечатление. Я могу ошибаться, но мне кажется, такое активное развитие спорта – показатель того, насколько Россия сильная держава. А еще, я думаю, таким образом хотят наглядно показать, как прекрасно быть в хорошей форме. А это вообще плодотворно влияет на людей, не только на спортсменов. Это как цена личного вложения в спорт. Ведь вы даете целиком свое тело, свою жизнь. Утро за утром вы проводите в лагере 300 дней в году. И я даже не знаю, есть ли такая работа или еще спортивные дисциплины, требующие такой же отдачи. Лично я бываю дома 2-3 дня в месяц. И думаю, что качество успеха в целом возросло, что очевидно, из количества медалей России. А у России большая команда, и это большая страна. С другой стороны, в Италии, например, поддержка от Министерства спорта не настолько очевидна. Они поддерживают федерацию, но за период с 1976, год моей первой Олимпиады, и до 2004, когда я завершил свою карьеру тренера в Италии, я встречался с президентом лишь однажды в Италии, а с министром спорта всего 2-3 раза. Здесь же я встречался с президентом 15 раз, а с министром спорта и того больше. Все абсолютно по-разному. Какая ситуация лучше? Вне всяких сомнений это. Ведь суть в том, веришь ты или нет. Ты можешь показать людям, как оставаться в форме, как иметь хорошую жизнь, ведь это не только тело, это еще и менталитет и дух. Когда работаешь как мы, когда борешься с другим и в обычной жизни, сразу понятно по глазам, кто стоит перед тобой, на что он способен, на что нет. Каков его дух. Так что я считаю, это существенный плюс для обычной жизни. А еще ты можешь быть бодрым даже тогда, когда все остальные устали, а ты держишься и готов к продолжению. А как вы общаетесь с российскими спортсменами? На каком языке? На языке тела, жестами? Язык дзюдо. Дзюдо — особенный вид спорта. В частности, из-за того, что каждая техника имеет японское название. Поэтому по всему миру люди понимают его. В России он не такой ходовой, но большинство ребят понимают японские названия техник. По этой причине в первый год ко мне приставили переводчика. Потом мне действительно повезло, так как три моих молодых тренера говорили по-английски и были поначалу моим голосом. И я изъяснялся через них, передавал свои намерения. Вы употребляете русский мат в речи? Плохие слова? Плохие слова — нет. Я употребляю только технические термины на русском, относящиеся к спорту. Я знаю название всех упражнений, название всех возможных ситуаций в дзюдо, так что если мы говорим об обычном учекоме или движении на захват и так далее, то это слова, которые я слышал много раз на тренировках. Мне некогда учиться. Мой день начинается в 7.30 утра. Я просыпаюсь, и мы начинаем разминку. Затем в 10 мы начинаем дзюдо, а тренировка длится 2 и более часа. А вечером в 4 часа снова тренировка. В 8 — собрание всех тренеров. Так что поистине полный рабочий день. А когда вы злитесь, на каком языке вы выражаетесь? Это зависит от того, кто стоит передо мной. Если англичанин, то по-английски. Но ненормативную лексику я никогда не использую. Это не мой стиль. Также я никогда не повышаю голос. Я считаю, что можно легко общаться и без этого, в дружественной атмосфере. Тренер — это трудная профессия? Простите, не понял. У вас напряженная работа? В общем, нет. Напряженной она становится, когда появляется много различных задач. Ведь поначалу моей задачей было тренировать только мужской коллектив в 2008. Заключалось это в том, что я предложил федерации. Или я выбираю конкретных спортсменов и тренирую их, разъезжая по миру, готовя их к результативным играм 2012. Или же я создаю будущее для российской сборной подзюдо. Создаю команду тренеров и привлекаю поначалу 50 атлетов, с которыми работал 300 дней в году. Также тренируюсь в разных странах, но также тренируюсь и в России. И федерация незамедлительно выбрала второй вариант. Он, конечно, более затратный, так как больше людей, больше поездок. Но результаты в 10 раз лучше. Ведь с 10 атлетами ты сможешь думать только о 4-х годах. Последующие 4 года нужно брать под крыло уже других спортсменов. Очень трудно в 8 лет находиться на высоком уровне. Но иногда каждый человек чувствует себя напряженно по той или иной причине. Как вы с этим справляетесь? Стресс наступает тогда, когда приходится заниматься множеством разных дел. Ведь я начинал с мужской сборной, потом прибавилось женской, а сейчас еще и юниоры с кадетами. Также я занимаюсь развитием судейского корпуса. Поэтому в какой-то момент чувствуется стресс. Но я считаю себя счастливчиком, так как вокруг меня много хороших людей, близких мне людей. И с ними я разделяю свой стресс. Итальянцев в среде нет, так? Вы единственный. Нет, есть двое специалистов по физической подготовке. Италии, потому что они были со мной в одной команде со времен Италии. Поэтому они уже знают все мои методы работы. Когда я составлял план, мне ничего не приходилось им разъяснять. Они все делали сами. Еще у меня есть два французских тренера. Они пришли в 2012-м, когда я начал заниматься женской сборной. Я решил их также задействовать, так как в женском дзюдо технический уровень несколько ниже, чем у мужчин. В тот момент эти тренеры Жибер и Ру оказались свободны. Один из них был руководителем образовательного сектора. Он разрабатывал методики повышения техники для детей. А другой был тренер бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне, выступающего за французскую сборную. Так что я пригласил их. Всего у нас во всех возрастных группах около 40 тренеров из России. И вы общаетесь с ними по-английски, да? Я общаюсь по-английски. Если рядом со мной есть кто-то, кто способен немедленно понять и поделиться информацией. Во всех других случаях по-русски. Ну, а дзюдо мы поговорим во второй части нашей беседы. Существует теория, что когда кто-либо переезжает в другую страну, сама Земля заставляет человека измениться. В том смысле, что он начинает употреблять другую пищу, чувствует себя иначе. В вашем случае это так или это теория ерунда? В моем случае, ну, мой случай, пожалуй, уникален. Ведь я живу в России где-то пять месяцев. Всего лишь? Да, остальное время мы ездим по миру. Недавно, например, я был в Оренбурге. Но с командой? Да, с кадетами. Это был чемпионат России среди кадетов. Я был там с коллегами. Мы наблюдали за уровнем подготовки ребят. До этого я был во Франции, а перед этим в Будапеште. А отсюда я уже собираюсь в Абудаби с командой. Затем из Абудаби полетим в Испанию, так как там есть другая команда. Из Испании я поеду в Израиль, там будут проходить чемпионат Европы до 23 лет. Так что в этом смысле моя жизнь действительно необычная. В глобальном смысле? Да. В этом случае да. Чем вы питаетесь? Здесь также есть особенности. Когда я был спортсменом, я боролся в категории 71 килограмм при норме веса 77-78. И в то время от недостатка знаний, как правильно убирать вес, чтобы убрать его, сокращали употребление воды. А это главная ошибка, когда хочешь похудеть. Наоборот, нужно потреблять как можно больше. 5-6 литров воды в день, если ты тренируешься без проблем. Но в то время я ошибочно полагал, что лишний литр воды прибавит мне лишний килограмм веса. На практике – да. Но опять же, вес можно легко потерять в процессе тренировки. Если не пить воду, можно потерять 300 граммов за час. Если же пить воду за час, можно потерять 1 килограмм 800 граммов. Так что в этом случае совершенно разный результат. Но в то время это было так. Я до сих пор не могу долго сидеть за столом. Я ем очень быстро. Потому что если я рассядусь, могу много съесть. А это дискомфорт во время тренировки. Ланч для меня – это только мороженое. И так с 1992 года по сей день. Я плотно завтракаю. А сколько мороженого? Одна-две порции? Обычно три шарика. Вот таких. Капучино и мороженое. А вечером я ем не как медведь. Нормально. Пасту, мясо. Итальянскую кухню? Да, итальянскую кухню. Еще я люблю картофель. Люблю все виды мяса. Люблю рыбу. Вы упоминали воду. А как насчет вина? Я не пью с 2003 года. Даже чуть-чуть? Да, вообще. Как итальянец вы должны пить вино. Я итальянец в правильном смысле. В хорошем смысле. В 2003 году мой сын и дочь сказали мне, папа, ты можешь перестать пить пиво, если хочешь. Потому что с друзьями я обычно пил пиво. И я им ответил, конечно, я могу не пить. Один-два года. И по сей день я не пью. В этом случае я пошел до конца. И считаю, что глупо возвращаться к прошлому. Вы сказали о своих детях. Но это чувство, когда бросаешь пить. Да, да. Это потрясающе. Действительно потрясающе. Ты чувствуешь себя в три раза быстрее всех. Просыпаешься по утрам без проблем. Никаких головных болей. Твое состояние. Да и жизнь меняется. А какой вы отец? В смысле, занимаетесь ли своими детьми? Позволяете ли им делать самостоятельный выбор? Все сами, абсолютно. Вам все равно? Нет, мне не все равно. Но не хочу управлять ими. Не хотите полностью контролировать, да? Я даю им свое видение жизни. Я показываю им, как можно жить хорошо. Но я никогда не пытаюсь влиять на их решения, если только они не совсем неправильные. Например, моей дочери сейчас 21 год, и она 4 месяца живет в Канаде по программе студенческого обмена. Потом в январе поедет в Испанию на 6 месяцев, и для подобных экспериментов я полностью открыт. То же касается и сына. Если он захочет поехать куда-то, на тренировку, вперед. Так значит, вы не допытываетесь у дочери, с кем она ходит на свидание? Никогда. И если она посчитает нужным поделиться со мной, я готов сесть и выслушать, и дать свое заключение. Но я никогда не спрашиваю ее о новых друзьях. Меня лишь интересует, счастлива ли она. Ее зовут София? Да, София. Кто выбирал ее имя? Вы или ваша жена? Это была идея моей жены. Но мне тоже нравится имя София. Почему именно София? Потому что в переводе с итальянского это, как бы сказать, что-то вроде знания. В данном случае причина была в значении этого слова, которое понравилось моей жене. Но мне также понравилось, как оно звучит. А что насчет сына? Джакомо. Его назвали в честь моего деда. Еще одного из моих друзей зовут Джакомо. И у моей жены одного из кузенов зовут Джакомо. А ваш друг Джакомо чем занимается? Его уже нет в живых. Он занимался борьбой. Так он тоже спортсмен? Да, спортсмен. В то же время, что и я. А вы считаете рестлинг больше спортом или все-таки шоу? Что вы думаете? Погодите, существует два вида рестлинга. На телевидении это одно, это шоу, но настоящий рестлинг. Борьба это греко-римская борьба и вольная борьба. Это настоящий бой, настоящая борьба и для по-настоящему сильных людей, сильных личностей. Джудо называют искусством, но все-таки это больше спорт, верно? Думаю, что в нашем понимании сейчас это спорт, потому что мы тратим много времени на достижение результата. Но мы можем посмотреть и с другой стороны. Как на искусство. Существует множество возможностей, как можно использовать дзюдо в повседневной жизни. Это не просто движение. Я рассматриваю это как философию. Для меня это так. Некоторые утверждают, что дзюдо это то же самое, что и бразильское джиу-джитсу, или российское самбо, что особой разницы нет. Что вы на это скажете? Я считаю, что существует большая разница. В технике? Вообще, в глобальном смысле. Потому что на Олимпийских играх в соревнованиях по дзюдо участвовало 150 стран. Не думаю, что в соревнованиях по джиу-джитсу наберется 150 стран. То же и в самбо. В этом случае популярность этого вида спорта именно в том, что он отличается от других. От чего вообще зависит популярность? Зависит от того, насколько ты следуешь правилам. Всем правилам. В данном случае менталитет в плане уважения старших, уважения той земли, где ты живешь, тренируешься. Менталитет в плане уважения своего партнера. Он также твой друг на тренировках. Если его нет, невозможно научиться чему-то. И не только это. Также в духе дзюдо обучаются техники не для того, чтобы травмировать соперника, а для выполнения ипона. И пон в дзюдо – это когда бросаешь соперника с идеальной техникой, скоростью и контролем, чтобы не убить его, не уничтожить, не спровоцировать никаких травм. Также и для его спасения, если делать это быстро и сильно. Так что в этом случае это действительно особое видение по сравнению с обычным боем. Помимо этого есть еще общее понятие обоюдного процветания. Например, если я сейчас лучше в чем-то, я делюсь этим с другими. Не держу в себе свои вновь приобретенные знания. Не циклюсь на одном себе, оставаясь в своем клубе. Если посмотреть, в мире полно японских тренеров. В самом начале основатель дзюдо Дзигиро Кана сказал, сейчас мы предлагаем это – дзюдо, а вы можете ездить по миру и распространять нашу идею. Это великолепно и тоже отличает дзюдо от всех других видов спорта. В Италии дзюдо сейчас более популярны, чем когда вы начинали? Безусловно, когда я был в начале пути, нас насчитывалось около 30 тысяч. Сейчас около 60-70 тысяч тех, кто его практикует. Был большой всплеск во времена, когда я стал олимпийским чемпионом в 1980-м. В моем клубе было около 200-250 человек. После моей победы количество тут же выросло до 800. И в Италии это было удивительное время. Каждый пытался заниматься дзюдо, пытался понять что-то. Как сейчас и в России, потому что мы достигли по-настоящему хороших результатов. Когда мы приезжали куда-то с командой, везде приходило 500-600 тысяч человек посмотреть, как можно стать таким сильным. Вы вообще редкий представитель итальянца, который большую часть года живет в России. Хотя, с другой стороны, в Италии живет много русских, так как это прекрасная страна с более мягким климатом. Да, конечно. Как вы реагируете на то, что много иностранцев приезжает в Италию не как туристы, а на постоянное жительство? Ревнуете ли вы? Существуют разные точки зрения. Сейчас действительно сложно, ведь приезжает очень много иностранцев. Италия не такая большая, как Россия. Я говорю не о беженцах. Да, да, я понимаю, но люди не особо различают, беженец ли ты или просто приехал по работе, и не имеешь ничего общего с теми, кто вынужден приехать туда из-за войны дома. В этом случае, мое личное мнение, нам нужно быть открытыми в этом смысле, ведь если люди бегут от войны дома, мы должны им помочь. Не важно, если мы при этом откажемся от части нашей жизни, но стоит оказать помощь. А что касается остальных, конечно, мы должны быть совершенно открыты, потому что лично для меня делиться своей культурой значит повышать свой потенциал. Это значит привносить лучшую часть в остальной мир. И в таком случае мы действительно станем лучшими, если осмыслим, что такая простая жизнь способна улучшить все наши жизни. Не просто одного или другого человека, а все наши жизни. Говоря о японцах, помимо дзюдо японцы открыли миру японскую кухню. То же касается и Италии. Безусловно. Итальянские рестораны есть везде, включая Японию. Безусловно. Вы ходите в итальянские рестораны в разных странах? Нет, когда я за пределами Италии, никогда. Потому что они не истинно итальянские? Нет, не потому что они не исконно итальянские, а потому что когда я в Италии, я покупаю обычную итальянскую еду и обычно ищу разнообразие, но в большинстве случаев я просто иду в супермаркет, смотрю, что там есть и покупаю. Вы не любите рестораны? Их атмосферу? Я не люблю долго сидеть, но если я с друзьями, то да, конечно. Обычно 300 дней моей жизни я нахожусь со своими друзьями по работе. Мы проводим время на работе не в ресторанах. Ваши друзья — это в основном ваши коллеги, так? Да. Почему? Потому что вы всецело погружены в свое дело? Потому что мы все время вместе, и все мы далеко от дома. Если мы в Санкт-Петербурге, предположим, у нас два тренера из Санкт-Петербурга, они могут съездить домой один, два, три раза в течение 15-20 дней нашего пребывания там. Все остальные находятся не дома, поэтому изо дня в день после приема пищи мы проводим собрание, где детально обсуждаем, как прошел день, на что обратить внимание, что будем делать на следующий день, что нужно, что нужно обсудить, какая группа едет туда, какая в другое место, кому нужно что-то особенное. У нас более 400 атлетов всех возрастов. Думаю, что каждый из нас отвечает примерно за 10 атлетов. Но 10 – это специально вокруг тебя. А может быть и 50 атлетов, за которыми нужно присматривать. И это по-настоящему огромная работа. Когда вы в разъездах, вы поддерживаете связь с Италией? Я не имею в виду семью, это и так понятно. Я имею в виду, смотрите ли вы итальянские телеканалы, читаете ли газеты? Нет, я не смотрю телевизор. Вообще? Нет, только кино иногда. Когда хочу немного расслабиться, или когда я дома с детьми, а они просят, давай посмотрим какой-нибудь фильм. А так я не люблю тратить время на просмотр телевизора. Какие фильмы вы посмотрели за последнее время? Меня зовут Кан. Вам понравилось? Да, меня действительно впечатлило. Вы читаете что-нибудь? Я имею в виду художественную литературу, не газеты, а журналы. Газеты я читаю утром и вечером, когда есть время. В интернете я просматриваю основные статьи, если там есть что-то интересное. Но чтобы жить такой жизнью, как моя, надо быть сумасшедшим в хорошем смысле. Чтобы уметь отгородиться от всего и сфокусироваться только на нашем опыте. В этом смысле я стараюсь смотреть, но не так много. Вы же, наверное, должны смотреть спортивные каналы? Нет. Нет, только если это касается каких-нибудь мировых чемпионатов, каких-либо видов спорта. Мне, например, нравятся горные лыжи, а футбол мне не нравится. Вам не нравится футбол? Не особо. Потому что для меня командные виды спорта отличаются от нашего спорта. Также для нас важно построить команду, потому что, когда работаешь в хорошей команде, ты набираешься энергии от других в тренировках. И также в командных соревнованиях. В случае победы в первой категории все остальные усиливаются. Психологически они могут показать лучший результат. Хотя обычно я не люблю зависеть от других. Например, в футболе твоя работа зависит от работы других игроков. А я не люблю ждать. Знаете, это странно. Ведь мы, русские, считаем итальянцев людьми с командным духом, с большой семьей, множеством друзей. У меня большая семья. Если собрать моих обеих сестер и брата, а также родителей, у нас более 15 человек, только самых близких. Но встречаемся мы раз в год в период рождественских праздников. А потом, если есть время, когда я приезжаю, мы иногда встречаемся. Вы, наверное, герой в своей семье. Вы же мировая знаменитость. Да, но у нас нет героев. Я не люблю, когда лидер в команде должен также быть лидером и в семье. Семья — это семья. Команда — это команда. Тут нет лидеров. Тут все вместе. А где вы встречаете Рождество? Обычно мы идем в ресторан. А где? В Бреше. Это мой родной город. Мы все живем там. Вы там родились? И ваша семья все еще там? Все еще там. А в школе, где вы учились, есть какой-нибудь памятник? Нет ничего такого. Нет? Правда? Правда. В Италии памятники устанавливают только умершим. Поэтому лучше подождать. Значит, придется подождать. Им придется подождать. Долго придется подождать. Я-то в форме... Когда вы приезжаете в свой город, все местные СМИ хотят взять у вас интервью? Да, я постоянно имею с этим делом. Когда я был атлетом высокого уровня, и теперь, когда я тренер, каждый раз какие-то праздники. Но я не могу постоянно праздновать. Две недели назад я ездил в Италию, потому что университет награждал меня как жителя Бреша, который повысил популярность города. Но я стараюсь избегать таких моментов, ведь иначе у меня не останется времени на семью и на себя. А ваш родной город, чем он славится, кроме того, что вы там родились? Из спортсменов был Ламберти. Он поставил мировой рекорд по плаванию на 200 метров. Он был рекордсменом в течение 10 лет. Еще Кассара стал олимпийским чемпионом по фехтованию в 2012-м. Еще Беретто. Беретто? Я знаю Беретто. Это крупная компания, у которой более 300 различных сфер работы. Еще, дайте подумать, Арнальдо был? Нет, думаю, что нет. А ваша жена из того же города? Да, мы из одного города. Когда и как вы познакомились? Мне было около 8 лет, а ей примерно 16 лет. Мы встретились в компании друзей. Я в то время еще теннисом занимался. И она тоже играла в теннис. Вот так и познакомились через общие друзей. Да, и стали играть вместе. Это была любовь с первого взгляда? Да, с первого. Но не все у нас получилось мгновенное. Ведь я был спортсменом и был дома 3 дня. А потом переезжал с национальной командой. Вы уже были известны? Да, конечно. Да, конечно. И с тех пор, и по сей день, все трудно. Ведь жить вместе нелегко. Говорят, частые разлуки укрепляют семью с большим стажем. Так как вы не устаете друг от друга? Это ясно. Ведь мы знаем друг друга много лет. Но наш стиль жизни меня устраивает. Потому что у нас не остается времени конфликтовать. Ведь мы вместе только 3 дня в месяц. Так что эти моменты просто огонь. Вы стали членом семьи Дзюдо России. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, too. Спасибо, too. Спасибо, too. Продолжение следует...